Чё, я поеду, везу риме цветочки. Заодно ещё одной клиентке завезу. Такие красавцы, прям не могу. Красавцы-прекрасавцы. Где вот у меня Серёга? Пустит мои ряды хризантемы. Здесь вот один остался такой вот несчастненький. Серый, бери жёлтый вот этот вот. Нормально, не может взять, честное слово. Обязательно что-нибудь отрубит. Идём, идём. Ты со мной поедешь? Да, нет, что со мной есть. Я пойду сейчас. Теперь я иду в гости к Риме. Так вот получилось. Не собирались так быстро. Но получилось так, что пришлось быстро. Сейчас покажу вам самый красивый багажник в мире. Покажи самый красивый багажник в мире. Он инструмент выглядит. Не видно инструмент. Вот самый красивый багажник в мире. Как ты будешь его закрывать? Ай-яй-яй, аккуратно. Бессовестный. А дверь сестре открыть. У неё вот ещё маленький череночек в руках, видишь? Бессовестный. Большой колояр 244. Сейчас поищу. Поеду отвозить красивый багажник по клиентам. Поехали. Маршрут постой. Три минуты ехать. Поехали. Через 200 метров. Вы верните налево. Почему-то заду наперёд у меня пока. Смотрите, как я везу свой череночек, чтобы не упал. Вот так вот у нас уже красиво. Смотрите, какое красивое небо. Вообще обалдеть. Вот, по сплошной машины обгоняют. Ну, все мы молодцы. Он по сплошной обгоняет, а я на камеру снимаю при езде. Не всегда навигатор говорит правду. Не могу найти дом. И при том ещё девочка не берёт трубочку. А цветочки-то выкопаны уже. Сейчас ещё раз попробую позвонить ей. Проулок. А здесь все тупиковые проулки. Занят. Наверное, она мне перезванивает. Вот так вот ездить по навигатору. Навигатор вообще меня утащил на другую сторону. Так, попробую. Так, как она мне объяснила. Сначала туда оба ходили. Мы же в сустынке. Родители у меня там жили. Очень плохо видно так. Но вот такие вот, смотрите, у девочки шарики стоят. Бордовые, да, не больше? Да, да. Вот как у меня тоже такие сорта есть. Такие мягенькие, хорошенькие. Прям шарики. Ты их маленькими сажала, они выросли все. Жалко темно и очень плохо видно. Такие вот красненькие, хорошенькие. Не зря мой канал называется «Хочешь быть счастливой? Выращивай цветы». Вот даже продаю цветы, да, люди покупают. Вы бы видели, какое счастье. Просто не стала девочку снимать. И неудобно было спросить. Можно ли? Такой у неё восторг, такое счастье. Вы видите, она просто болеет тоже хризантемой. Такие шарики вот у неё растут. Жалко, что темно. Люди счастливые. Я даже про себя знаю, да. Покупаю какой-нибудь цветочек, какой-нибудь череночек. Вот счастье прям, вот прям... Еще выбраться отсюда, чуть не помню, как ехала. Вот прям чуть ли не это. До такой степени это приятно. Выращивать цветы, заниматься, дарить цветы, продавать. И всё это приятно. Сейчас я поеду к Риме в гости. И снова здравствуйте. Да, и снова здравствуйте. И полгода. И мы вернулись. Да, и без слова к вам вернулись. Мы так обрадовались, что мы попали в гости. И решили друг к другу бегать. Да, и теперь будем часто бегать друг к другу в гости. Забыли цветы. И Алиночка решила нам привезти. Ну, если б не Алина, то Юля поехала. Потому что тоже как бы подготовила подарочек. Цветочки. Обалденные. А я сейчас в багажник снимала. Обалденные. Мы тоже приехали, открыла только багажник. А запах какой стоит. Промашки обалденные. Серега говорит этим лекарством. Нет, не нравится. Нету. Вкусно, вкусно пахнет. Правда, хорошо. Смотрите, какая Люся. Беременная, Люся. Я первый раз в живую вижу таких котят. Дай, потрогаю. Кусается, хрыкает. Потрогаю. Она сразу покажет, что она... Такая ты, какая смешная. Такое ощущение, что она как хомячок только родившийся. Она если заточит, она укусит. А вы их продаете, да? Да. На кой нам столько кошек. Такая милота. Где-то маленькая еще Катя. Катя бегает. Саша сейчас сама откроет ящик. Говорят, что она сама ящик открывает. Вот сейчас, сейчас посмотришь. А там ящик что-то вкусное, что ли? Там ее корм был раньше. Они оттуда забрали. И она вот сейчас вот научилась и открывает сама. Такая не хочет. Так интересная. Да. А передняя лает и туда лапает. Так-так-так-так-так лезет. И прямо оселяет открыть? Открывает сама. Сама открывает. Вот такие вот у них еще. А кто-то собак шилает. Да. Ничего собак. А, поняла, поняла. Мы в зоопарке почти. А их здесь две. Две, да. Две черепашки. Такие классные. Ну смотри, дальше пойдем. Вот пришла сейчас. Вован, слепой, бедный весь. Вован? Вован, да. Ну он так шустренький. Вован, просто слепой. Он не видит, где кто валывается. Он тяпка-тяпка это. Он может укусить. Да, он. Жалко, да? Он уже старый. Я вот Дашка, у меня Дашка тоже уже 9 лет, мне так жалко. Он вот недавно ослеп у нас. Да? А-а-а. Давай быстрее, звери не гейтся. Эти, как... Ахатины, да, у меня были. Они огромные, как выросли. А я своих не дождалась, чтобы они выросли. Кто-то упал, разбился. Разбился. Ну, знаешь, что? Желучие кишки вываливаются, но... Но у него потом зарастет. Ну, не знаю. У меня, потому что был. У меня не упал, у меня раздавил. Спит еще. Где? Спит. А они же ночные, товарищи. Угу. Ну, жрут они, как видите. Ты видишь помидоры? Вижу. Они теперь жрут, сруют, и помидоры... Растет. Я говорю, она же помидором занимается, она же... Я говорю, у меня, вот что, у вас вот такая хэнь растет? Я говорю, у меня он свой помидор растет. Другая... Это кто, Зина? Да, Зина. Она еще котенок, да? Только у нее хвостик смешной. Теперь в гости. А, какая красота. Теперь она к нам привезла цветочки. Мы так обрадовались, что все цветы даже не собрали. Такие они интересные. Ой. Все, пусть держит. У нас зоопарк. Зоопарк. Это внучка, да? Да, это внучка Ксюша. Это дочка. Это дочка. Внучка и доча. Доча, дочь. Вот такой подарочек. Это Лагян. Для меня это очень хороший подарок. Память о Узбекистане. Ну и яблочко она дала, потому что пустую посуду не дарят. И отщипнула я вот такие вот череночки. Бальзаминечко. Смотрите, какие красивенькие. Ты яблочко помыл? Да? Такие вот красивые череночки. Сейчас поставлю их в воду. Обязательно вот так вот уберу цветочки. И они прекрасно дадут корешочки. Здесь у меня еще одна подруга. У нее есть свой канал. Мой сад, моя гордость. Кому интересно, зайдите, посмотрите. Череночек. Леночка, вот тебя не было еще в гостях у меня. С удовольствием бы я приглашаю тебя с удовольствием в гости. Хотела бы, чтобы ты ко мне приехала. Или прилетела. Девочка живет в Новосибирске. Приглашаю, жду. Ну и кому хочется пообщаться, жду всех в гости. И сама бы с удовольствием поехала бы в гости. Всем большое спасибо, кто смотрит мое видео, кто комментирует. Девочки, всем вам огромное-огромное спасибо. Вы для меня не просто подписчицы, а самые настоящие друзья. Пусть мы не видимся вживую, но мы общаемся. И это дорогого стоит. Всем большое спасибо. Всем пока-пока.